что происходит вот чисто чисто скажем вот энергетически да вот мы добываем вязкую нефть какую-то вязкую нефть мы нагреваем ее добываем поднимаем на поверхность вот она горячая мы ее в трубу заливаем она в трубе остывает и пробка становится в трубе застывает то есть когда мы добыли эту вязкую нефть например распадняли она горячая ее можно скажем перемешать с маловязкой нефтью с девонской нефтью да и в трубку запустить вот то есть мы нагрели ее она остужается мы энергию застеряем так вот да то есть большая часть энергии который мы закачали она вот здесь теряется так вот то есть а если бы скажем мы оставали не здесь вот 80 процентов тепла мы теряем вот а мы предлагаем так мы зачем эту нет добывать потом ее понижать ее вязкость там закачивать трубу давайте мы там вот ее превратим в маловязкую нефть всю энергию отдадим там да потом достанем это уже холодную нефть жидкую и в трубу закачаем нефть или там солярка это будет я не знаю там бензин может будет то то есть принципе для того чтобы превратить эту вязкую нефть солярку нужно сделать крекинг то есть нужно молекулы вот эти большие молекулы разорвать нужно нужно асфальт и она там все это превратить там какие-то легкие фракции да молекулу чтобы разорвать нужно либо сильно нагреть либо нужно скажем при тех же 150 до 200 градусов которые достигают с помощью пара ну не только давление нужно подать на катализатор катализатор это такое вещество которое способствует скажем там вот нам нужно перескать энергетический барьер какой-то значит какой-то вот энергию надо затратить столько да а он позволяет вот маленькую и проткнуть этот барьер по сути дела катализатор это такая штука которая энергию берет отдает там раз раз и у вас молекула разорвалась при этом вы даете водород водород присоединяется чтобы они обратно не присоединились эти молекулы 2 да все и получили короткие молекулы вот крекинг что такое да крекинг вот пошли легкие фракции да пошли легкие фракции мы из тяжелых фракций сделали легкую фракцию при том температуру поднимали не до 400 градусов там а при 150 при 200 градусах все это провели для то есть он должен катализатор вот мы это катализатор делаем вот мы их приходили то есть конечно нужны потому что вряд ли мы не сможем под землей дабыться такого такой непередропородки чтобы чтобы, скажем, создать бензин, который мы заливаем. — Не, ну понятно, там даже и разделение на фракции тяжело сделать. — Да. Наша задача какая? Нам нужно добыть эту нефть, добыть ее экологично, чтобы это было экономичным процессом и энергоэффективным процессом. Мы добыли вот эту горячую нефть, а потом ее остудили, по сути дела мы тепло выбросили, сейчас тепла, просто взяли и выбросили. Это же неэффективно. Это же неправильно, на самом деле. Добывать эту горячую нефть, потом ее охлаждать, специально еще охлаждать надо ее, чтобы она остыла, чтобы температура была не выше чего-то. То есть мы сначала нагреваем, потом охлаждаем, где-то какие-то процессы делаем. Вот эти процессы надо исключить, тогда получается, что мы там перерабатываем, а то, что там остается, вот этот кокс, который хорошо, кстати, горит, их можно там сжечь для того, чтобы добыть это тепло и для того, чтобы добыть электроэнергию. Ух ты, а тут получается такое, сама добывается, сама сжигается. Сама сжигает, да, и следующий процесс – это генерация электроэнергии в этом процессе. Это следующий тоже процесс. И потом, скажем, утилизация углекислого газа, например. То есть углекислый газ тоже будет выделяться какой-то, То есть его как утилизировать? Тоже можно уже утилизировать для повышения нефтеотдачи, то же самое. Вот, скажем, мы обрабатываем здесь, а потом этот углекислый газ закачиваем в нижние пласты, в которых мы увеличим в комбинатных проводах нефтеотдачу за счет этого углекислого газа. То есть это можно процесс зациклить, можно несколько ступеней. То есть, в принципе, создать такую технологию, которая была бы экологичной, вот главное, что она должна быть экологичной, экономичной, энергоэффективной. И красивой. Красивой. Ну все такие вещи бывают красивые, да. Вот такая интересная штука.